Музыка звучит с телеэкранов и на радиоволнах, что понемногу по крупицам формирует наши вкусы и образ наших мыслей, в конечном счёте нас самих. Сегодня мы расскажем вам о людях, чей путь, чья жизнь связана с пением. Их судьбы, как и прочие предпочтения в творчестве, очень разные. Что их объединяет? Желание быть самим собой и не идти на поводу, ни у продюсеров и ни у публики. Продукт, в народе, что попсу и зовётся, им в принципе не интересен. Московский стиль, московский стиль, Что день грядущий мне готовит, Небо мой взор напрасно ловит. У нас популярности можно достичь разными путями. Но когда начинаешь искать какую-то дорогу, ты очень часто понимаешь, что эта дорога тебе неинтересна, неприятна и она неправильная. Даже если она приносит тебе очень большие дивиденды, которые сегодня могут тебя просто раскрыть буквально за считанные дни и сделать из тебя звезду. В Мите делали очень заманчивые предложения, крайне заманчивые предложения, так сказать, с определённым уклоном в попсу, так назовём, и с очень быстрыми перспективами и финансовыми, и популярностью. У Мите тогда уже хватило твёрдости и духа, и здравого смысла, и понимания того, зачем он вообще работает, и зачем он здесь учится, для того, чтобы отклонить эти предложения очень больших, очень влиятельных людей. Хотя с момента выпуска прошло 8 лет, Дмитрий Корчак всегда здесь гость желанный, почитаемый. Его успехом радуются, ими гордятся. Ведь в этих стенах, вначале в хоровом училище, затем в Академии хорового искусства и в аспирантуре, Дмитрий проучился 18 лет. Именно здесь он вырос, как человек и музыкант, как творческая личность. Сейчас, когда все трудности учёбы казалось позади, а его имя значится в афишах авторитетных оперных домов Европы, Дмитрий решил помочь тем, кто лишь в начале своего пути. В этом году он учредил премию, которая отныне будет присуждаться лучшим студентам, премию имени Виктора Попова, бывшего ректора Академии, который когда-то и открыл в Дмитрии талант певца. Моя вокальная карьера началась непосредственно в этом здании, когда Вик Сергеевич меня заставил с мужским хором записать две народные песни. Я в то время ещё совершенно не думал петь, я мыслил себя дирижёром, и для меня это был, в общем, шок его предложения. Конечно, было страшно. У Димы тогда только закончилась мутация голоса. К тому же связывать свою судьбу с пением в дальнейшем он не собирался. Но те слова Попова «будешь петь» звучали как приказ. Позднее с этим хором он объездит много стран, запишет диски. Ещё позднее будут конкурсы и премии, российские и зарубежные, работа в театре «Новая опера» и приглашение выступить на самых престижных мировых площадках. Но много лет назад, ступая по этим коридорам, о будущем таком он даже не мечтал. Вот это кабинет нашего руководителя, профессора, народного артиста, Вик Сергеевича Попова. Прибед дирижировании заключался у нас, так, вот это два рояля, которые изображали оркестры. Иногда один рояль, это был оркестр, другой исполнял партию хора. Там, где камера, как раз у нас сидел наш профессор Вик Сергеевич. Отсюда мы стояли и дирижировали. Так как мы часто гастролировали с Вик Сергеевичем, не всегда мы успевали всё подготовить. Как-то мы пришли к нему и сказали, Вик Сергеевич, вот не успеваем мы. Он сразу сказал, хорошо, вы мне скажите, в каких тональностях вы выучили? Я вас спрашиваю в этих тональностях. И потом он на экзамене забывает, в каких тональностях мы ему сказали. И он так называет любую тональность. Вот сыграем мне в ми-мажоре. Я приготовил в соль. Я не могу сказать, что я не приготовил в ми-мажоре. Начинаю играть в соль-мажоре. Комиссия спрашивает, почему ты так? Тебя попросили в ми-ты, в соль. И тут надо было проявить весь актёрский талант. Как? Разве у меня не в соль, спросили? Талант актёра – часть успеха Дмитрия. Причём немаловажная. Ведь для артиста оперы, особенно на Западе, красиво петь – это ещё не всё. Сегодня постановщики в Европе делают упор на зрелище и на драматургию. Там нужен синтетический артист, который может петь, играть и сделать это ярко, эмоционально, так, чтобы верили. И снова верят. И снова приглашают. Сегодня за рубежом Дмитрий поёт гораздо чаще, чем в России. Я с большим удовольствием выступаю в России. Считаю, необходимым это делать. Но необходимым не из-за денег, а из-за того, что мне эта страна дала это образование. И если она не может сегодня платить денег, это не означает, что я должен забыть о ней. Делаю и сольные концерты, и участвую в постановках, и в каких-то корпоративных вечерах. Но не забываю площадки, на которые приходят совершенно обычные люди, которые имеют возможность купить самые простые билеты по самым низким ценам. Родился Дима в подмосковной электростали. Как бы тогда сказали, в простой советской семье. Однажды, когда они все вместе гуляли по Москве, где-то в районе Красной Пресни, увидели вдруг объявление о прослушивании мальчиков в хоровое училище. Родители решили, будем пробовать. Сын был не против. Мальчика приняли безоговорочно. Так в семилетнем возрасте Дима Корчак переезжает жить в Москву. Отныне своих родных он видел лишь по выходным. Я видел, что какие-то дети переживали, плакали, хотели домой. Я как-то сразу нашел много друзей. Мы создали какую-то свою такую маленькую семью. И я сейчас уже понимаю, какие-то плюсы этого, потому что я самостоятельный человек. Я уже с детства, не знаю, вплоть до того, что там стирал все и готовил себе сам. Сегодня мне это очень помогает. Особенно в моих всех разъездах, перемене города, страны, не знаю, там, климата, часового пояса, где человек должен очень быстро уметь перестроиться. Потому что ты приезжаешь, ты должен сразу работать и показывать какой-то уровень свой профессиональный. Дима очень умный певец. Ему удалось соединить в своем пении и разум, и эмоции. Это ведь не каждому дано. И вот та тайна музыки, которая в самых высоких образцах музыки существует, Митя несет через себя. Поэтому настолько вот он заразителен в своем исполнении. И этот зал, и студия, для Дмитрия они почти родные. Именно в Альмаматор, в Академии хорового искусства, рождались его первые записи. Здесь будто сами стены помогают петь. Но даже те произведения, образы, которые, казалось бы, вошли и в кровь, и в плоть, он в каждом новом дубле проживает их по-разному. Иначе не искусство. Иначе все теряет смысл. Не надо скрывать, для нас это уже профессиональная работа. Когда меня спрашивают, ну слушай, за столом, ты ж певец, пой нам что-нибудь. Я это не люблю, потому что, да, мы певцы, но мы уже работаем так же серьезно, как кто-то врач, стоматолог. Вы же мне говорите, раз ты стоматолог, слушай, посмотри мои зубы, да, там за ужином. Так же и здесь. Это для нас серьезная работа, но это не означает, что мы теперь такие машины, занимаемся только работой, техникой, все технично исполняем, не знаю, там, получаем деньги и уходим. Нет, это, конечно, должно оставаться всегда искусством. Когда искусство уходит, и остается только работа, как работа, это ужасно. Это ужасно, и от этого надо бежать, бежать и бежать. У тебя такие глаза, будто в каждом подвозрач...